Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Незаконную торговлю елями соснами пресекли в Ростове, а торговцы оборудовали место продаж возле композиции «Мяч», которую установили к чемпионату мира на проспекте Шолохова. Прямо на газоне нарушители установили заборы и выставили несколько десятков вечно зеленых деревьев. Продавцов привлекли к административной ответственности, а торговую точку ликвидировали. Новости на Дону Это уголовная ответственность. От двух елей можно говорить об уголовной ответственности. Территория среднего российского региона почти наполовину покрыта лесом. В Донском регионе леса занимает всего 2% территории, поэтому здесь к незаконным вырубкам относятся особенно жестко. Театр Горького запускает три премьера на этой неделе. В среду стартует представление для детей «Новогодние приключения капитана Снеговика». Это постановка режиссера Юрия Хвостикова. Он известен публике своими предыдущими постановками «Мороз Иванович» и «Звездолет для Деда Мороза». Взрослое шоу в этом году ставили два молодых московских режиссера – Екатерина Заненштраль и Федор Поросюк. «Любовь без границ» – это спектакль путешествия по самым красивым странам мира в поисках смысла жизни, говорит Федор Поросюк. Тема основная шоу – это доказательства любви. То есть у нас время такое, что мы мало думаем о чувствах, мы заняты своими делами, мы постоянно работаем, находимся в себе и редко находим время посмотреть вокруг, ощутить какое-то тепло друг от друга, тепло общения, коммуникации. И в этом шоу мы попытаемся, ну, так сказать, героям-злодеям, там будут пираты, которые, конечно же, давно не верят в любовь. И главная героиня, она попытается доказать и им, и всем нам, и себе, что любовь все-таки существует, и это главное, что у нас есть. Показ шоу «Любовь без границ» начнется 22 декабря. В этот же день на малой сцене театра покажут еще один новый спектакль – «Авантюрная история по-женски». Это пьес Александра Коровкина о двух сестрах – хозяйках старого дома в центре города, на который покушаются многочисленные родственники и знакомые старушек. Над пьесой работал режиссер Николай Елесин. На ростовской сцене он ставил спектакль «Пять вечеров» и «Кошки-мышки». Главные роли исполняют народные артистки Татьяна Шкрабак и Наталья Гординская. С вами была Кристина Олешко. Далее слушайте выпуск деловых новостей. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Развитие туристических перевозок по реке Дон и Таганрогскому заливу стало основным вопросом, который рассмотрели на заседании Морского совета при правительстве Ростовской области под руководством замгубернатора региона Владимира Крупина. Водный туризм на Дону сдерживает ненадлежащее состояние береговой сервисной инфраструктуры, включая причальные сооружения. Речь также идет о состоянии пляжей, флота, подготовке экипажей. Власти Минэкономразвития области провели исследование и сформировали реестр основных задач и мер в области внутреннего водного транспорта для развития пассажирского судоходства в Ростовской области. Как отметил Владимир Крупин, модернизация инфраструктуры водного транспорта невозможна без активного привлечения бизнеса. Поэтому Минэкономразвитие совместно с Минтранцем региона необходимо сформировать пул участников данного процесса для создания комфортных условий. Ведомствам дано поручение подготовить предложение в течение месяца. Ставропольские аграрии будут покупать технику Ростельмаша на льготных условиях. Об этом сообщает коммерсант. За четыре года ставропольские специалисты приобрели у предприятия более тысячи машин на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Доля продукции завода на полях региона превышает 80%. Сейчас остается открытым вопрос отсутствия в рабочей цепочке Росагролизинга, что могло бы увеличить поставку комбайнов почти на 100 единиц в год. Уже запланирована встреча, в ходе которой будет предложено подписать трехстороннее соглашение между правительством края, заводом Ростельмаш и компанией Росагролизинг. Очередное предприятие Ростовской области пополнило список владельцев сертификатов качества, сделано на Дону. Им стал Азовский завод по производству легкосплавных автомобильных колес. Предприятие более 10 лет выпускает с конвейера литые диски разных моделей. Продукцию поставляют в ряд крупных российских городов, а также ближние зарубежья – Беларусь, Украину и Казахстан. Пройдя сертификацию, теперь на продукции будет красоваться знак «Сделано на Дону». Об этом корреспондентам телеканала «Дон-24» рассказала замдиректора Департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяна Савицкая. Сертификацию проходят только те предприятия, которые добровольно взяли на себя обязательство подтверждения качества своей продукции, и которые соответствуют только самым высоким требованиям и стандартам. Поэтому, если предприятие получило этот сертификат, то однозначно имеет намерение продвижения своей продукции не только в Ростовской области. Дальнейшие планы по развитию предприятия держатся в секрете, но на одном сертификате сделано на Дону, а «Зовтек» останавливаться не намерен. Руководство завода утверждает – готовы двигаться вперед на полной скорости. Колеса не подведут. Агентство инвестиционного развития Ростовской области огласило главные инвестпроекты года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Прежде всего, это открытие фабрики «Марс» в Оксайском районе. Запуск первой очереди зернового терминала, выход на полную мощность завода промышленных газов «Эйрпродактс» в Новоалександровском индустриальном парке, а также запуск производства малюрованного стекла компании «Арт Дон» в Батайске. В агентстве подчеркивают важности первой очереди проекта создания централизованной системы сбора и обеззараживания медицинских отходов компании «Центр-100» Ростов-на-Дону, а также преодоление экватора по проекту строительства металлургического завода компании «Дон Металл» в Каменске-Шахтинском. Отмечу, на данный момент в работе агентства находится 51 проект с совокупным объемом инвестиций более чем 200 миллиардов рублей. При этом 63% проектов промышленные. Это были деловые новости на «ФМ на Дону», телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса «Яндекс.Погода» в Ростове и Таганруге ночью плюс 5, плюс 3 градуса. Временами дождь в Миллерово и Тарасовском плюс 2,0. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Вешенская до минус 2, в Обливской до минус 1. Также небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Кульбакин, что в Азовском районе Ростовской области, ночью дождь, температура воздуха плюс 7, плюс 6 градусов. Ветер западный полтора метра в секунду.